Здравствуйте! В эфире программа Диалог. Я ведущий Хайпин. 6 января КНТР объявил о успешном испытании водородной помпы. Это событие привело к усилению напряженности в регионе. МИД Китая уже осудил Пиньян за нарушение резолюции Совета Безопасности ООН. Более подробно поэтому мы пообщаемся с гостем нашей сегодняшней программы, профессором Китайской Академии Общественной Науки Се Фу Ти. Здравствуйте, профессор Се. Здравствуйте. Сегодня мы с вами обсуждаем про ядерное оружие. Тема, конечно, очень такая, но непростая. Здесь, я думаю, что в первую очередь мы должны вспомнить некую такую преисторию. Это таковор о всеобъемлемующем запрещении ядеродиспытания, который вступил в силу в 1996 году на 50-й сессии Киноансамбле ООН. Ну, сейчас уже больше ста стран подписали этот таковор и таковоры, как считается, в общепринятом мире. Вот как раз на этом фоне КНТР много раз нарушал условия этого таковора. И несколько раз сопроводили ядерные испытания. В том числе мы говорим про то испытание, которое было проведено недавно. Вот хочется узнать, почему КНТР, зная о том, что будут санкции, будут протесты, но тем не менее они все равно идут на это. Ну, в принципе, я бы хотел уточнить, что КНТР, значит, он вообще-то когда-то присоединялся таковор о всеобъемлющем запрещении ядеродиспытания, потом вышел просто. А-а-а. Да, вышел из этого таковора и таким образом как бы снял себя обязательства по этим вопросам. И известно, что КНТР в 2006, 2009 и 2013 году уже трижды проводил подземные испытания. То, что они в этот раз взорвали, как сами объявили, что это термоядерная такая бомба. Хотя, то есть наши сейсмологи зафиксировали толчки подземные, но тем не менее военные специалисты считают, что это не совсем термоядерная бомба, это усиленная такая атомная бомба. Но не суть важна. Важно то, что власти в КНТР решили на, как бы, на перегор, значит, международному сообществу и проводили все-таки испытания. В принципе, конечно, для того, чтобы закрепить за собой ядерный статус. То есть, значит, ведь мировое общество до сих пор не признает с КНТ ядерным статусом, ядерного статуса, не считает его обладателем ядерного оружия. А ядерный статус, видимо, для властей КНТР, это приоритет, но вероятен в данном случае, противно, потому что шестисторонние переговоры по ядерному уникулированию в Корейском полуострове, он был сейчас фактически приостановлен именно из-за позиции КНТР. КНТР из-за предваречия, значит, некоторых участников, КНТР настаивает на том, что он имеет все-таки статус ядерной державы, в то время, когда Соединенные Штаты Америки не признают за ним вот этого статуса. Видимо, в этом главное предваречие. Но цель этих испытаний заключается в том, чтобы заставить мировое сообщество признать за КНТР ядерный статус. Это главное, потому что они почему-то считают, что с признанием ядерного статуса снимаются многие противоречия. И, видимо, это была главная цель, к чему стремились власти КНТР в течение всего этого времени. Ну, если мы уже заговорили про ядерный статус, фактически мы говорим о некую возможность, способности нанести ядерный удар. То есть, КНТР уже несколько раз проводил испытания ядерного оружия. КНТР, в принципе, уже запускал спутники. И, ну, это означает, если объединить эти две технологии вместе, фактически это уже означает, что это возможности нанести ядерный удар. Если сейчас у КНТР все-таки, наверное, пока этой возможности нет, ну, может быть, и в дальнейшем, все-таки, наверное, страна этого все-таки топьется. А если она топьется этого, как это повлияет на ситуацию безопасности в регионе в целом? Нет, это в любом случае неплагоприятно сказывается на ситуации в регионе, потому что это же фактор, очень серьезный такой фактор нестабильности. Но, хотя, с другой стороны, технические, то есть, военные специалисты, многие сомневаются, что КНТР оправдает возможность, способность запустить полистическую, международной тайной, такую, кедру с ядерной пайкаловкой. Значит, атом-демпомба есть, носители есть, но это не факт, что нужно его использовать в качестве такой ракеты межконтинентальной. Потому что мы знаем прекрасно, что в Японии уже давно размещена система ПРО, американская система ПРО, и в Южной Корее существуют элементы ПРО. То есть, в Аляске там уже действует, в северном, то есть, в западном перерезе США, там уже действует система ПРО. То есть, насколько КНТР способна, значит, создавать угрозу для Соединенных Штатов Америки, это большой такой вопрос, большой такой вопрос. Но для нашего региона угроза является самой, что есть реальной. Мы должны поговорить про реакцию Японии и Республики Кореи. Они рядом, и их больше всего это беспокоит. Ну и, естественно, тут не можем не затронуть реакцию США. Тем более, Япония и Республика Корея являются очень важными союзниками США. В нашем регионе уже последовали меры. США уже отправил там бомбардировщик обратно в регион. Еще один авианосец уже тоже вернулся. Вот. Какие еще меры в дальнейшем будут со стороны США, Японии и Республики Кореи? Ну, как вы знаете, в Соединенных Штатов Америки заявили о усилении санкций в адрес КНТР. И, хотя санкции уже давно существуют, значит, США отправили свой стратегический пандематировщик П-52. Он пролетел вблизи вот эти разделительные полосы Минуту КНТР и Республики Кореи. То есть такая демонстрация силы. Потому что это же стратегический бомбардировщик, который способен нести на порту ядерные поиголовки бомбы. А в случае чего, и американцы заявляют, что у него там временное реагирование, 12 минут. То есть моментальное такое реагирование на возможные инциденты в КНТР и так далее. Реакция со стороны Соединенных Штатов Америки, со стороны Японии, со стороны Республики Кореи, она была ожидаема. Собственно, в Республике Кореи они же возобновили вот эти громкоговорители на границе с КНТР. И, видимо, контакты между двумя Кореями будут остановлены на какое-то время. Со стороны США, со стороны Японии, со стороны Республики Кореи будут усиливать санкции, меры, противодействия в адрес КНТР и так далее. Все это, конечно, тестабилизирует, безусловно, ситуацию в Северо-Восточной Азии. Это, конечно, нехорошая такая ситуация. Китай является очень важным фигурантом в процессе решения вопроса, связанного с КНТР. И все страны считают, что у Китая есть свои возможности и, самое главное, есть свои ресурсы. И Китай обязан влиять на поведение руководства КНТР. Ну, соответственно, пожалуйста, прокомментируйте позицию нашей страны. И в каком ключе наша страна может совместно с другим, ну, с мировым сообществом урегулировать данную проблему? Ну, формально-юридически мы являемся военным союзником КНТР. То есть в случае агрессии в адресе КНТР мы должны как бы реагировать. Хотя не факт, что мы так сделаем, значит, но проблема в том, что у нас речейков воздействия на власти КНТР весьма ограничен, если вообще они есть, потому что нас вообще не поставили в известности, нам ничего не сказали. То есть не затруднили поднять трубку и сказать, что, ребята, мы помпу взорвем. Значит, это же нехорошо для союзника, да? Мы же вообще-то союзники. То есть у нас есть речаки воздействия. Мы некоторые, значит, мы поставляем нефть, поставляем некоторые важные продукты. Значит, у нас есть волны. Но к чему приведут вот такие меры, ограничительные меры в адрес? Потому что ухудшение ситуации, дестабилизация самой ситуации внутри КНТР, это опять-таки ни к чему хорошему не приведет. И в данном случае Китай намерен вместе с международным сообществом как бы уговорить найти вестные аргументы. И уговорить с тем, чтобы усадить, значит, КНТР за 100 переговоров и продолжить шестисторонные переговоры по ядерному урегулированию на Калийском полуострове. Мы заинтересованы в том, чтобы в безъятерном статусе КНТР, мы готовы, видимо, и в таком случае Китай может даже готовы предоставить гарантию безопасности самой КНТР. Мы должны дальше работать именно в таком ключе, а не нагнетать ситуацию и так далее. Да, действительно, в этот раз представитель китайского МИД довольно четко ответил на вопросы, связанные с проблемой КНТР. Во-первых, Китай осуждает поведение КНТР по поводу испытания водородной помпы. Потом Китай считает, что нужно срочно восстановить шестисторонние переговоры как самый эффективный механизм регулирования проблемы на Корейском острове. Но, тем не менее, уже многие страны, в частности, я говорю про США, Японию и Республику Корею, они все-таки уже на фоне принятых ранее санкций. Теперь они ведут еще новые санкции. Как КНТР отреагирует на новый виток санкций? Как вы знаете, санкции в данном случае означают лишь одно, что это уменьшение возможностей и решение доступа к некоторым ресурсам для собственного развития экономики внутри страны. А это немаловажный такой аспект для властей КНТР, потому что они уже не так тратят значительную часть из своего ВВП на военную программу, в том числе на ядерную программу. И в долгосрочном плане это, конечно, большой минус для собственного власти, потому что чем дальше, тем труднее. Они будут держать под контролем ситуацию внутри страны, потому что ресурсов становится все меньше и меньше, если они дальше будут наращивать вот эту, или продолжать вот эту ядерную программу. И в конечном итоге мы можем ожидать очень серьезной такой ситуации, потому что однажды они обнаружат у себя, что ничего уже не будет, кроме ядерной бомбы. Да, действительно, вот тема очень такая непростая, я бы сказал, в какой-то мере больная, потому что если мы отбросим все политические составляющие этой проблемы... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА